Всем привет! Ну что, хоккейный сезон полноценно вернулся, Национальная хоккейная лига стартовала, ну а значит самое время вернуть нашу программу «Пятерка недели» и я ее ведущий Владимир Дегтярев. Как мы обещали, в этом сезоне вас будет ждать много интересных сюрпризов, программ, гостей, ну а мы напоминаем, что все выпуски в этом сезоне проходят при поддержке наших друзей из Олимпа. Благодаря им в этом сезоне у нас будет выходить и больше программ, коих вы уже увидели, а также 90 трансляций матчей Национальной хоккейной лиги в месяц. Так что заглядывайте в наш телеграм-канал, там от наших друзей можно получить до 10 тысяч по специальному промокоду NHLONL. Ну и много полезной информации, все ссылки в описании. Ну а мы с вами продолжаем. Итак, первая пятерка, первая неделя достаточно интересно получилась, тут мы немножечко ее, скажем так, расширили, ведь там были матчи в Европе и частичка недели, которая и так была в Национальной хоккейной лиге. В общем, давайте начнем с вратарской позиции. Ну а как по-другому, вратарь это всему голова, вратарь это, как говорят в Национальной хоккейной лиге, в любой хоккейной лиге, это 50% практически успеха, если у вас есть хороший вратарь. Конор Халибак, 4 игры, 4 победы, 95,2% отраженных бросков, ну и в среднем пропускал он 1,25 шайб за игру, то есть представляете. Но с другой стороны, мы же все прекрасно понимаем, и мы видели Конора Халибака уже не раз, что называется, в предсезонных турнирах, в плей-офф, все было хорошо. А вот интересно посмотреть как раз-таки на Халибака, я сказал про плей-офф, но здесь я как бы разделил, да, есть регулярный чемпионат, а есть плей-офф. В регулярке все в порядке. В плей-офф мы как-то видели другого Халибака, но, собственно, мы видели и другую оборону команды Виннипек Джеттс именно в матчах плей-офф. Так что надо что-то поменять, надо что-то изменить. Ну а сейчас, естественно, продолжаем дальше, переходим к защитникам. Хонор Халибак без защитников он ничего, но с другой стороны, защитник защитнику рознь, но с другой стороны, у нас же есть Джош Морриси из команды Виннипек Джеттс, который успевает не только обороняться, не только принимать участие в оборонительных действиях, но и играть в атаку. Семь очков. Один плюс шесть, одна заброшенная шайба, шесть голевых передач в пяти матчах и при показателе плюс семь. Ну а вот мы как-то с Александром Токачевым уже говорили, что вот этот показатель полезности плюс-минус, он важнее для защитников в первую очередь. Видим мы, что у Джоша Морриси все в порядке в этом отношении, у него плюс семь. Второй защитник Кейл Макар. Вот тут у меня, с одной стороны, как бы есть вопросы к Кейлу Макару. Да, бежит он вперед здорово, в атаку летит просто шикарно, вопросов никаких нет. Двенадцать очков, две заброшенные шайбы, десять голевых передач в шести матчах, а показатель полезности минус четыре. А в обороне бывают провалы, а в оборону не всегда отрабатывает. Но тем не менее, опять же, мы же смотрим сейчас на самых полезных защитников, на самых классных защитников. Защитники, которые умеют не только разрушать чужие атаки, но и защитники, которые умеют начинать свои атаки. Что в современном хоккее, в общем-то, действительно очень важный элемент. Поэтому Кейл Макар. Но, кстати, мы готовим для вас сюрприз. У нас есть теперь не просто пятерка недели, а их как бы две. Вот одна, это вот та пятерка недели, которая прям топ. А вторая, ну, я бы сказал, знаете, такой запасной вариант. Знаете, вот как бывает, составляют вторую пятерку. Там в национальной хоккейной лиге, там на чемпионатах мира. Это вот те, которые вот тут на подходе. Так что и мы будем составлять свою вторую пятерку недели, которые... Игроки, которые не попали в первую, но тем не менее, они вот где-то тут на границе. Они достаточно близко были вот к этой первой пятерке. Поехали дальше. Переходим к нападающим. Ну, а здесь вообще выбор, конечно, был велик. И мы тут в редакции даже пытались как-то аргументировать, поспорить, почему именно эти парни войдут в первую пятерку недели. Давайте, поехали. Джек Айкел из команды «Вегас Голден Найтс». Ну, тут вообще «Вегас» достаточно хорошо и мощно стартовал. А Джек Айкел один из лучших. Десять очков, две заброшенные шайбы, восемь голевых передач. Все это в шести матчах. Так что, в принципе, по праву Джек Айкел вошел вот в эту нашу символическую пятерку недели. Он действительно молодец. Вот он прям с места в карьер, что называется. Тем более «Вегас» прошлый сезон закончил не самым лучшим образом. Да, команды, ну, как от нее ждали побольше, что она там доберется, ну, по крайней мере, до финала западной конференции. А получилось немножко раньше выбыли. Да, первый раунд, и на этом все закончилось. Так что, в общем-то, здесь Джек Айкел молодец. И та травма, которая у него была, серьезные операции, восстановление. Помните, замена даже позвонков, это очень сложная. Это действительно прям не все, в общем-то, могут после этого восстановиться. Но Джек Айкел, как мы знаем, восстановился. И не просто восстановился, а продолжает радовать своих поклонников. Ну, а сейчас, наверное, знаете, вопрос, который вызывает всегда много споров. Помимо всего прочего, то, что в эту пятерку недели вошли еще и два российских игрока, понятное дело, скажут, ну, вот, это потому что мы здесь в России, вот здесь мы потому что вещаем именно тут. Да ничего подобного. Понятное дело. Но эти парни проявили себя в первую неделю регулярного чемпионата просто шикарно. Поехали. Никита Кучеров. Лучший снайпер сейчас национальной хоккейной лиги. Семь заброшенных шайб, девять очков, две голевые передачи. И все это в четырех матчах. Ну, разве не заслужил Никита Кучеров оказаться в этой первой пятерке? Вы знаете, так интересно. Такое ощущение, что Кучеров, вот у него идет продолжение прошлого регулярного чемпионата. Да, в плей-офф посложнее, в плей-офф все по-другому. Но вот это вот продолжение того, что Кучеров тащит команду, и самое главное, у него это получается. То есть Кучеров пошел на еще один такой заход набрать больше ста очков, а я думаю, что больше ста двадцати, а может быть и даже больше ста тридцати. А почему бы и не замахнуться? Я думаю, что, в общем-то, запросто. Может это получиться у Никиты Кучеров. Ну, и, в общем, как я говорил, Никита Кучеров сейчас абсолютно в полном порядке. Ну, и благодаря ему, в том числе, Тампа-то тоже побеждала. Правда, не во всех матчах. Но там, знаете, как бывает такое иногда, возникли вопросы к обороне. Это как Колорадо. Но до Колорадо мы еще доберемся. И в программе «Хоккейный вечер», и даже в сегодняшней программе «Пятерка недели» обязательно про Колорадо вспомним. Еще один представитель российского хоккея Артемий Панарин. 12 очков, 6 заброшенных шайб, 6 результативных передач в 5 матчах. Панарин начал этот сезон, знаете, так, я иду на 120. Да, вот прошлый сезон преодолел отметку в 100 очков. И в этом сезоне, я думаю, Панарин, конечно же, и на такое нацеливается. Но, с другой стороны, как мне кажется, все-таки Артемий Панарин, помимо всего прочего, еще держит в голове не просто вот эти вот там 100 набранных очков, там, я не знаю, 50 заброшенных шайб, или их будет там 48 или 30. Я думаю, Артемий Панарин держит, конечно же, у себя в голове, и не только он, а вообще вся команда Нью-Йорк Рейнджерс держит у себя в голове хорошее выступление в плей-офф. Кубок Стэнли. Давайте честно, давайте откровенно, честно и никак по-другому. Рейнджерс в этом сезоне должны идти за Кубком Стэнли. Они это сами говорили. И все игроки нацелены именно на это достижение. Кубок Стэнли. Не просто сыграть в финале, там, Восток, не просто дойти до главного финала, а задача выиграть Кубок Стэнли. Посмотрим, что у них из этого получится. Ну, а мы продолжаем нашу программу. Это программа «Пятерка недели». Я, Владимир Дегтярев, мы напоминаем, что у нас есть телеграм-канал НХЛ Онлайн Ру. Ну, а если вы вдруг не знаете, где смотреть матчи в отличном качестве и с русскоязычными комментариями, то переходите в нашу группу во Вконтакте. Там все это есть, ссылочки в описании. Не забываем, телеграм-канал НХЛ Онлайн Ру, наша группа ВК. Заходим, подписываемся, обсуждаем, там много всяких новостей. Так что есть, что обсудить. Ну, а мы поехали дальше. Как мы и говорили, вот это наша вторая пятерка. Это те, кто, в принципе, могли попасть вот в первую пятерку, но нашлись парни, которые провели эту неделю настолько мощно, что вопросов по тому, кто главная пятерка недели, возникнуть не должно. И тем не менее, поехали. Вторая пятерка. Вратарь. Джей Коттинжер из команды «Далла Старс». Четыре игры, четыре победы. 95,3% отраженных бросков. В среднем 1,48 пропущенных шайб за матч. Ну, а еще он подписал новый контракт. За каждый из сезонов 8 лет Оттинжер будет получать 8 250 000 долларов. Ну, правда, вступит этот контракт в следующем сезоне в свою силу, сезон 25-26. Ну, а, в общем-то, я думаю, что Оттинжер ориентировался на контракт Джереми Свеймана. Вот Игорь Шестеркин не хочет ориентироваться на контракты. Он даже не хочет ориентироваться на Прайса и Бобровского. Он хочет выше. Но об этом мы тоже поговорим. Он даже поперхнулся. Я бы тоже, конечно, хотел выше свою зарплату. Но я не Игорь Шестеркин. Я Владимир Дегтярев. И это программа «Пятерка недели». Продолжаем. Про вратаря мы уже все сказали. Поехали дальше. Защитники. Густав Форслинг из Флориды. Четыре матча, две заброшенные шайбы, две голевые передачи в семи играх. Ну и, собственно говоря, показатель полезности плюс два. Ну и еще у него такой отрадный факт. В матче против команды Вегас Golden Knights он забросил шайбу в овертайме. Победная шайба. Ну вот Густав Форслинг, наверное, вот тот кандидат, который при определенных обстоятельствах, наверное, даже мог бы заменить Кейла Макара. И мне кажется, это где-то отчасти даже было бы в какой-то степени справедливо. Но редакция перевесила мое мнение. А я был не за Макара. Кейл Макар хороший парень. И даже, может быть, хороший защитник. Но не совсем защитник. Все-таки защитник – это защитник. Второй игрок вот в этой второй пятерке недели. Защитник Шимуса Кейси. Четыре матча, три заброшенные шайбы, одна голевая передача в восьми играх, да, и при показателе полезности плюс два. Вот видите, все-таки для защитника это важно. Кейл Макар, первая пятерка наша, минус четыре коэффициент полезности. А вот здесь плюс два. Что у Форслинга, что у Кейси. Так что есть о чем подумать. Ладно, поехали дальше. И причем, знаете, как Кейси-то, это ведь не просто там игрок, у которого 20 минут игрового времени каждый матч. Да нет, парни, третья пара защитников команды Нью-Джерси Дэвилс. Третья пара. Но он молочек, набирает очки. Переходим к нападающим. Иван Барбашов. Команда Вегаса Голден Найтс. Как и весь Вегас, собственно говоря, мы уже отмечали. И команда хорошо стартовала, и Джек Айкела в первой пятерке. А вот Ивану Барбашову места не хватило. Ну, потому что там были другие парни, явно посильнее, да, проведшие эту неделю. Восемь очков, четыре заброшенные шайбы, четыре голевые передачи. Показатель полезности плюс пять в шести играх. Иван тоже достаточно уверенно стартовал. Ну, как мы и отмечали, практически весь Вегас стартовал достаточно уверенно. Посмотрим, что дальше будет. Потому что, если вспоминать, помните, у Вегаса в прошлом сезоне старт-то тоже хороший был. Они потом просели. Причем просели так конкретно, я бы сказал, варианты. Почему? Ну, я думаю, как раз-таки разбирались, собственно говоря, в этой ситуации. И Кэссиди, в том числе, и главный тренер. Так что, думаю, разобрались. Анжи Копитар, восемь матчей, три заброшенные шайбы, шесть голевых передач. У Копитара хет-трик в матче против Баффало. Он там действительно был хорош, вытащил команду. Два очка практически, это в том числе и его заслуга. Ну, и еще один игрок, вошедший в эту символическую вторую пятерку, Евгений Малкин. Одиннадцать очков, у Малкина две заброшенные шайбы, девять голевых передач в семи матчах и при показателе плюс, точнее, минус пять. Вот тут я оговорился. Да, действительно, у Малкина показатель полезности минус пять. При этом вот одиннадцать очков. Так что, вы знаете, иногда вот смотришь, вроде на этот показатель полезности, коэффициент полезности, плюс, минус. А на самом-то деле, ну вот Малкин очков много набрал. Коэффициент минус, Питтсбург проигрывает. Но не один же Малкин играет в Питтсбурге. А пока у Питтсбурга совершенно не получается. Пожалуй, все про первую пятерку, про вторую пятерку, про пятерку недели. Но мы не заканчиваем. Напоминаю, что у нас есть уютный телеграм-канал NHL Online.ru. А если вы вдруг не знаете, где смотреть матчи национальной хоккейной лиги в отличном качестве и с русскоязычными комментариями, то переходите в нашу группу ВК. Там все это есть. Все ссылочки будут в описании. Ну, а мы продолжаем. Еще одна наша рубрика. Постоянная. Да, как говорят. Не постоянная, а у нас есть постоянная рубрика. Каждую неделю мы будем выделять одного или двух молодых игроков в возрасте до 23 лет, которые отжигали на прошедшей игровой неделе. И сегодня у нас как раз-таки два таких парня. Это Коул Кофилд из команды Montreal Canadiens. Он сейчас является реально лидером команды. Он человек, который тащит команду, который действительно проделывает огромный объем работы. Семь матчей, шесть заброшенных шайб, одна голевая передача. Ну и что, так знаете, это очень важный момент. В Монреале же, понимаете, прижиться-то тяжело. Но, тем не менее, у Коул Кофилда это получается. И дальше поехали еще один игрок, которому сейчас 21 год. Так что по всем нашим параметрам он входит в наш, собственно говоря, этот список. Так вот, это Дилан Гюнтер из Юты. Пять заброшенных шайб, одна голевая передача. Ну и, собственно говоря, Дилан Гюнтер наравне с командой Юта смотрится просто шикарно. Я вот думаю, вот этот старт Юты, может, им надо было раньше переехать из этой Аризоны? Не надо было еще на сезон оставаться в этой какой-то студенческой общаге, в студенческом льду играть, на студенческой арене? Ну, парни, вы же солидный клуб национальной хоккейной лиги. Ну, какие пять тысяч мест? Ну, что вы? Может быть, Юта запоздала, и, глядишь, раскрылась бы команда раньше. Может, им нравится играть при полных трибунах, при вот этой поддержке. Ну, пять тысяч там тоже поддерживали, но, согласитесь, пять и семнадцать, она все-таки разница. Поехали дальше. Поехали дальше. Ну, и, кстати, вот, не знаю, может быть, это связано с тем, что, возвращаясь к Гюнтеру, что вот этот старт был настолько хорош, Юта-то уже с ним подписала контракт, зарплата 7 миллионов 142 тысячи долларов США, и вступит этот контракт в силу сезона 25-26. Ну, а мы дальше продолжаем наш разговор. События со знаком минус, да, все-таки заканчивать программу всегда надо же хорошим, положительным. Так что поехали. Сначала со знаком минус. А тут вообще один вопрос. Провал на старте. Нэшвилла, Колорадо, Оилерс. Ну, кто там еще? Детройт. Ну, Детройт тоже, в общем-то, не очень стартовал. Все же ждали, что Детройт стартует нормально. Колорадо. Колорадо, слушайте, там же вопросы не только во вратарях. И вратарская проблема – это не главное. Там в защите полный бардак. Ну, кстати, как и у Питтсбурга. Правда, мы Питтсбург в этот раз не внесли в разочарование. А, кстати, касаемо Оилерс, вы знаете, вот матч, который они проиграли недавно Далласу, вот здесь в конце недели как раз-таки, он стал... Они хоть его и проиграли 1-4, но он для команды стал лучшим вот со старта сезона. Да, уступили, все скажут, Дегтярев с ума сошел. Да ничего подобного. Вот они играли так, как должны были играть. Вот так, как они должны, наверное, может быть, были начать сезон. Целенаправленные, да, очень хорошие атаки на ворот соперника. Где-то не получилось, где-то не пошло, где-то Джей Коттинжер выручил. Но по движению, по мысли, у команды была достаточно хороша. Поэтому, наверное, победы придут. Не зря же их называют все еще претендентами на Кубок Стэнли, и как не в этом сезоне в том числе. Посмотрим. Ну, а вот кто разочаровал, так это Нэшвилл. Настолько смотрится сейчас, хотел плохое слово сказать, но настолько жалко сейчас смотрится Нэшвилл. И такое ощущение, что у Эндрю Брюна-то нет плана Б. Вот они играют в один и тот же хоккей. Вот они упираются в стенку лбом. И все равно продолжают так же лбом упираться. И все равно продолжают вот так же играть в одну какую-то свою схему. Более подробно об этом в программе «Хоккейный вечер» с Александром Ткачевым мы все обсудили. Так что, пожалуйста. Поехали дальше. Все, хватит про этот негатив, хватит про эти отрицательные события со знаком минус, со знаком плюс. Вот. Во-первых, я бы отметил старт российских игроков. Кто бы что ни говорил. Ну, все-таки, согласитесь, Кучеров, Панарин. Ну, классно же стартовали. Женя Малкин. Да вообще шикарно. Ну, здорово. Юта меня порадовала. На этой неделе. Юта действительно хороша. Знаете, так в охоточку играет команда. И мне кажется, это такой прям большой плюс. Ну, и, конечно же, я бы еще отметил отдельно Игоря Шестеркина. И вот то, что, знаете, Шестеркин такой. Да ладно, ну, парни, да не нужен мне ваш эти 11-миллионный контракт. Не нужно. Я сначала... А я еще поторгуюсь. Вот примерно так это выглядело со стороны Игоря Шестеркина. Но начал сезон он, в принципе, достаточно уверенно. Уже входит там по сейвам в топы, как всегда. Ну, и, в общем, парень сказал, насыпайте больше. Я унесу. Я все возьму и унесу. Так что ждем, что будет на предстоящей неделе. Это была программа «Пятерка недели» с Владимиром Дегтяревым. Всем пока. И, как всегда, встретимся на хоккее. Пока.